Готовы к новому скандалу? Гном Гномыч прославился с пеленок. Звезда инстаграма, актер, спортсмен и просто красавец. Вот только ему всего 7 лет. Карьеру Саши двигают гиперактивные родители. Именно они втянули Гном Гномыча в очередную авантюру. Речь о рекламе поправок в Конституции. Россияне в шоке. Одно дело, когда мальчик рекламирует игрушки, и совсем другое – политическая заказуха. Плющенко выложил видео в Инстаграм и призвал подписчиков голосовать. Ролик тут же осмеяли. Кого-то ужаснула актерская игра, кого-то позиция Плющенко. Его назвали предателем, обвинили в продажности. Комик Илья Соболев даже выпустил пародию на его ролик. Сашенька, ты знаешь, в какой фигне ты сегодня снялся? И вдруг в комментариях появился Алексей Навальный. Оппозиционер пожалел Гном Гномыча. По его мнению, ребенку достались алчные и бессовестные родители. Плющенко это задело. Фигурист заявил, он хочет разобраться с Навальным по-мужски. Кажется, где-то мы это уже слышали. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно. Впрочем, до поединка дело не дошло. Оппозиционер заявил, его слова не оскорбления. Это чистая правда. Дорогой Евгений Плющенко, ну вы же торгуете вашей семьей этим несчастным Гном Гномычем. По мнению Навального, фигурист совершил ужасный поступок. Но если вы такой беспринципный человек, который берет деньги за политическую рекламу, ну зачем тогда вы ребенка туда своего суете? Оппозиционера поддержали миллионы россиян. В эфире радио «Комсомольская правда» Плющенко взмолился. Не трогайте мою семью, попросил он. Это не первый раз, когда фигурист бьет тревогу. В ноябре 2019 года Гном Гномычу уже слали письма с угрозами. Неужели кошмар повторяется? Ребенку грозит опасность? А вот и нет. Скандальный блогер Лена Миро сообщила. Мальчика никто и не трогает. Это родители его эксплуатируют, бьют и запирают в чулане. Эту методику воспитания Яна Рудковская проверила на себе и осталась довольна. И менять бы родители, и в комнату сажали в темную, и ремень применяли. И что, из меня человек не вырос? Я просто ангел по сравнению с другими родительницами. Суровые методы воспитания Гном Гномыча – не новость. В сеть сливали видео беспощадных тренировок, из зала ребенка увозили на скорой. Дальше бесконечная реклама и ролики в Инстаграм. Первым тревогу забил футболист Андрей Аршанин. На Гном Гномыча больно смотреть. У них всегда такое лицо, как будто его реально из-под палки там заставляют все делать. Но теперь ребенка тащат в политику. Россияне заявили – хватит. Плющенко и Рудковскую нужно лишить родительских прав. Они калечат ребенка психологически и физически. Блогеры тоже обрушились на горе родителей. Деньги платят хорошие. Почему бы не доставить своего маленького сына, как дрессированную обезьянку, прыгать под этот абсурд? А кто подходит на роль нового, свежего проекта лучше, чем твой собственный сын? Он не может с тобой поспорить. Он не может выставить свои условия. Он не может добиваться лучшего контракта для себя. Вести одни плюсы. Я бы проголосовал за поправки в Конституцию, просто чтобы освободить Гном Гномыча из этого кошмара. В защиту Гном Гномыча даже создали петицию. По мнению людей, Рудковская и Плющенко отбирают у него детство. Но лишают ли за это родительских прав? Давайте разбираться. Да, ребенка эксплуатируют. Он сам себе оплачивает услуги няни, охранника, водителя и тренера. Похоже на злоупотребление родительскими полномочиями. За такое Рудковскую и Плющенко могут лишить родительских прав. Это прописано в 69-й статье Семейного кодекса. Но кто-то должен начать разбирательство, а пока за Гном Гномыча волнуется только на словах. Сама Рудковская в ярости. Она утверждает, ребенка не эксплуатируют. Почему ты это все делаешь? Тебя заставляют или... Меня не заставляют. Ну а кто? Ты что, сам захотел? Видите этого счастливого, довольного жизнью малыша, который сам хочет сниматься? Вот и мы не видим. Одно дело, когда за поправки агитируют взрослые звезды. Из-за этого шквал критики уже обрушился на Кети Топурию, Ольгу Бузову и многих других. Но это их сознательный выбор и их право агитировать свою аудиторию на что угодно. Но Саша Плющенко еще ребенок. Может ли он понимать, за что агитирует? Или родители зря тянут его в политику? Пишите в комментариях, что об этом думаете. Для нас важно каждое мнение.